Докатываемся, начиная с 1991 года. И самое главное, что нас, как говорят, ночью вскрыли, а утром увидели совершенно другое. А самое главное, что нас предали. Предал, значит, бывший, как говорят, первый президент и Ельцин. А кроме с ними еще свора, как говорят, таких же, как они, которые изменили вообще-то социально-экономический курс, по которому мы сегодня идем, к тому, что мы в вымиранию. И далее. А сегодня нам, грубо говоря, мы сюда пришли, потому что крик души заставляет приходить сюда и отвечать на те вопросы, которые нам задают люди. Но люди пока еще пассивные. Вы сами это видите вот здесь. Но во всяком случае, хочу вам сказать, что время придет. Придет, очнется народ, одумается и власть, и, как говорят, услышать наши... Более излияние. А это самое главное. Если она услышит хорошо, а не услышит, то будет, как и на Украине. Больше нечего сказать. Чтобы была достойная медицина, как молодежи, так и старым людям и пожилым. А где же молодежь-то вот все-таки? Наши молодежи в Людинове очень много. Но она не активная, пассивная. Поэтому стараются как бы избежать посещения основной больницы, а они разъезжаются по другим городам на обслуживании. И идут давно вплатно. У кого есть деньги? Развалили промышленности село. А теперь и потихоньку разваливаются другие виды медицинской промышленности. Закрыты пельщинские пункты на селе. Закрываются поликлиники. Уменьшается койко-место в больницах. А очереди в поликлиниках продолжаются. Губернатор, его заместители обещали, в том числе и дважды в этом году, что больничный корпус в 2014-2015 году будет строиться. Однако в бюджете области его вычеркнули. Я думаю, что все-таки на эту акцию внимание обратят. Потому что, действительно, это первый раз, когда выходит практически вся страна. Я думаю, что с нами будут просто больше считаться. Уже прислушиваться к нашему мнению. Помогать пациентам можно тогда, когда у нас в руках есть какие-то рычаги управления. Медработник должен получить все-таки более высокий статус. То есть врача должны уважать. Врач не должен ни в чем нуждаться. У врача должна быть достойная зарплата. Врач не должен сутками сидеть на работе. Врач должен заниматься пациентом и уделять пациенту много времени. И если все-таки наше руководство каким-то образом сможет вот эту проблему решить, чтобы врач был как бы центром внимания, который вот помогает людям, то это будет большой пункт. А почему мало приходит людей? Ну, если касаемо врачей, то врачи в большинстве, не в большинстве, а практически все поддерживают эту акцию. То есть все согласны. Но боятся репрессий со стороны руководства. Потому что у нас это как бы в порядке вещей, что могут запугать, угрожать, применить какие-то там репрессии. Поэтому люди все-таки побаиваются. В плане жителей города, ну, жители города, ну, как у нас водится, пока гром не грянет, двигаться не будет. То есть здесь вот пришли те, кто действительно пострадал в чем-то, чьи права были ущемлены, кто не получил какую-то помощь, поддержку. Вот они здесь. Вы не боитесь? Я нет. А почему? Что случилось? Боятся просто уже устали. Пугать? Да, меня пугали. Ну, дальше, чем просто угроз, это никуда не ушло. Поэтому я вижу, что они сами боятся. Поэтому я к этому спокойно отношусь. Я молодой. Ну, выжжут меня отсюда. Я уеду в другой регион, может быть, даже в другую страну, и найду себе работу. Потому что для меня они принципиальные. Я уже за медицину не держусь. Для меня медицина – это больше хобби. Я врач в третьем поколении. Поэтому я не вижу вот особых как-то вот таких моментов, что вот надо схватиться и держаться за одно место. Дорожная карта, что в соответствии с этой дорожной картой, к 2018 году зарплата должна увеличиться в два раза. Но сегодня эта дорожная карта не выполняется. И Министерство здравоохранения срезало финансирование своих учреждений значительно. Вот, допустим, по санаторию Калуга-Убор не до получения 17 миллионов рублей по этому году. Соответственно, те цифры, которые планировались получить в этом году, они не будут выполнены. И интересная позиция. Министерство, вместо того, чтобы добавить деньги, посылает туда очередную комиссию, чтобы вы... Про нашего Артамонова. Артамонов. Я когда была в Калуге, вы знаете, там на каждого населенных пункта нашлось рамочкой, чтобы ее туда вставить. Людиного написано на бумаге. И скотчем приклеено к стеклу. Вот это отношение к нашему городу. И что мы хотим? Ведь перед Артамоновым уже поднимался вопрос о том, что людей с инсультом возят в Киров. Никакого решения нет. Люди до сих пор, люди умирают. Умирают, которые могли жить. В 50 лет, в 66 лет, в 76 лет. Разницы никакой нет. Умирают. А у нас есть свои врачи, которые могли бы лечить. Поэтому от Калуги нам ждать помощи. Я не верю, что Калуга нам поможет. Дорогу мы проложили в Брянск. Едем все за деньги. Анализы делаем. К врачам едем в Брянск. Может нам провести референдум в городе. И может нам уйти в Брянскую область, если они нас примут. Ведь лечимся мы уже там. Вот я здесь смотрю. Медведева в отставку. Да, его надо в отставку. Он нашел санаторий в наших больницах. Не лежал в наших больницах. Я бы ему посоветовала. Денька два полежать. И когда там ночью каталка гоняет в хирургии на первом этаже. Иной раз спать ложишься и думаешь, кто лежал, тот знает. Хотя бы сегодня. Уже больные и то мы думаем. Хотя бы сегодня не гоняла эта каталка. Хотя бы ночь поспать. А он санаторий нам устроил. Да там люди кричат от боли в этом санатории. Запах. Хотя санитарочки и нянечки моют по три раза в день. Давно они ушли от нашей жизни. Они живут своей жизнью. А мы живем где-то в другом мире. Разные миры у нас. Поэтому нам не понять. Потому что я ни одного из наших местных властей не видела в больнице. И их родственника уже почти не видно. Потому что они идут к врачам и везут врачей. И врачи едут к ним. А они подчиненные люди. Они едут и лечат их. Вот если бы они стояли с нами в одной очереди. По четыре, по пять часов. Такого бы не было. И сокращения не было бы. И медицину бы они понимали. А так им не понять нас. Нас им не понять. Живем мы в разных. А виноваты мы сами. Вот такую кучечку людей. Такая горстка людей. Да, сейчас отчитаются в Калугу. Сейчас отчитаются местным нашим властям. В Калугу, в Москву. Митинг прошел. 20-30 человек. Ничего страшного. А нам уже надо. Еще летом было стоять возле администрации. Всему хотя бы полгорода. Тысячами стоять. И трясти, чтобы вот тогда не да. Тогда не будут понимать, что такое народ. Они боятся народа. Но мы-то сидим. Мы сейчас вот шепчемся все. Будем шептаться все дома. Будем плакать в черных платках. Вы посмотрите весь город в черных платках. Вот эта реформа еще только началась она. А на митинге никого нет. Мы боимся. Чего нам бояться? Мы же теряем самых близких своих. Чего нам бояться? Полчаса придите. Придите, постойте, выкажите. Не выступайте. Но встаньте. Выразите свое недоверие правительству. Поддержите врачей наших. Единственное еще что скажу. Врачи не пропадут. Пропадем. Мы без них. Позвали самый дорогой в жизни. 47 лет рабочего. Астажа в медицине. И пенсия социальная. 8,5 тысяч. Это нормально? И сейчас продолжаю работать. Он сказал, что наша главная задача... Какой? Оклад у нас 5,300. Уфа в медицине. Хотел сделать научить работу? Ей да. Это лагия. Это альтериэк. Мы без него не没事 спите. Это. Это мы без проблем.